В эфире полезный проект Среда. Меня зовут Александр Овчаров. Здравствуйте. Пять лет назад в мире появилась одна очень неплохая традиция. Начиная с зимы 2012 года в один из воскресных дней января, в этом году это 15 число, кстати, по инициативе Международной Федерации Лыжного Спорта отмечается праздник под названием Всемирный День Снега. Другое его название – Международный День Зимних Видов Спорта. Цель праздника – повысить интерес к этим видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. Кстати, не только молодежь. Гость нашей программы сегодня – один из известных ставропольских лыжников, организатор поездок на горнолыжные курорты, ну, в основном пока Северного Кавказа, Христиан Каштов. Христиан, здравствуйте. Добрый день, Александр. Я вас поздравляю с наступающим праздником, с вашим профессиональным День Снега, Всемирный День Зимних Видов Спорта. Расскажите, пожалуйста, насколько ставропольцы активно принимают участие в этом направлении? Растет ли количество спортсменов? Ну, безусловно, то, что город наш расположен в предгорьях, это уже обязывает большинство горожан как бы выезжать в горы, кататься на лыжах, заниматься зимними видами спорта. В принципе, да, активность растет и горнолыжный спорт, и зимние виды спорта набирают популярность с каждым годом, строятся курорты новые, поэтому все есть для того, чтобы заниматься. Вот, если сравнить несколько лет назад, когда только появлялся, да, становился популярным вид спорта горные лыжи, те же самые, но они были всегда популярны, просто я имею в виду в такой массовый, что ли, пошли в массы, сноуборд тоже. Количество увеличивается в какой прогрессии? Постепенно или это прям растает большими темпами? Ну, я бы не сказал, что прям большими темпами, но развитие идет, просто оно немножко медленнее идет в силу того, что дорожает занятия этими видами спорта, они дорожают, поднимаются цены на жилье на курортах, то есть, как бы, это немножечко тормозит. Конечно, если бы этот спорт был более доступный, то это шло бы быстрее. Сейчас, к сожалению, занятия горными лыжами или сноубордингом требуют определенных финансов. Ну, вот если взять, допустим, одну какую-то поездку ознакомительную для человека, который впервые хочет поехать попробовать, что такое лыжа или сноуборд, какой средний бюджет поездки? Тут очень сложно рассчитать, как таковой, вот с чем столкнется человек, но в первую очередь он столкнется с тем, что ему нужно будет брать оборудование на прокат, ему нужен будет инструктор, который поможет сделать первые шаги, естественно, все это стоит определенную сумму денег. Инструктора обязательно брать на стадии первых шагов? Я все-таки рекомендую не учиться на чужих ошибках, да, а все-таки инструктора, они чем хороши? Тем, что они специально обучены тем знаниям, те знания получили, которые они легко и доступно объясняют человеку, человек поедет. Не так, как обычно многие друзья, эй, поехали за мной, я покажу как надо, нет, лучше все же довериться профессионалам и инструктор, в принципе, за пару дней катания, то есть, может быть, несколько часов или там 3-4 урока, но, в принципе, вы поедете уже ко второму, там, третьему дню, вы уже самостоятельно сможете спускаться. Стоимость одного урока какая-то есть средняя? Да, на разных курортах по-разному, но средняя цена где-то полторы-две тысячи час. Угу. И вот пару часов можно для того, чтобы, ну, в зависимости от способности, да, наверное? Хотя бы понять, да, стоит вообще дальше ездить, учиться, может быть, попробовать стоит сноуборд или лыжи, я бы рекомендовал один день пробовать сноуборд с инструктором, один день лыжи, чтобы как бы немножко определиться, что легче дается, тому и учиться. Если рассмотреть с такого ракурса, да, куда лучше начинать, с чего лучше начать, с какого курорта, куда поехать попробовать? Ну, выбор у нас великий. Давайте вообще по вариантам пробежимся, какие у нас есть? Варианты, давайте пробежимся от самых близких до самых дальних рубежей, это самый близкий, это новый вот поселок, это даже не поселок, это новый горнолыжный курорт, строится Архыз, затем у нас идет Дамбай, Прильбруссия курорт, затем у нас идет Красная Поляна, ну, и дальше идут Закавказье, это уже Грузия, Армения, то есть выбор великий. Самый ближайший и самый такой из новых, современных, это, конечно же, Архыз, который... Я думаю, что смысла нет для начала ехать в Грузию, пробовать кататься, да? Ну, или даже в Красную Поляну, здесь просто чем удобен Архыз, по крайней мере, для горожан, тем, что он рядом, можно одним днем проехать, поучиться и уехать, тем самым уменьшить стоимость поездки, не платить за проживание и так далее. Средние цены там подходят, вот те, о которых мы говорили, инструктора, прокат оборудование, что нужно брать, что свое можно взять, что нужно брать в прокате? Вот для начала, чтобы... Сначала вы должны быть экипированы, то есть одежда, это немаловажно, а может быть и основное, что нужно начинающим человеку. На склонах встречаются люди на доске, допустим, там или на лыжах, при этом в джинсах и в куртках таких, которые не приспособлены для... Ну, это либо люди для развлечения пробуют, либо это просто какое-то у них такое вот веселье, связанное с какими-то праздниками, не знаю, отмечаниями. Обычно вот в пиковые нагрузки курортов, когда общие праздники российские, конечно, таких людей можно встретить в джинсах и на лыжах, и на сноуборде, и в шубах, и кто в чем только не катается. Но это чревато тем, что человек может просто элементарно заболеть, переохладиться, потому что джинсы, к сожалению, не греют, как и некоторые там шубы или пуховики. Ну, на склоне, да. На склоне, да. Просто люди начинают учиться, они, соответственно, начинают потеть, люди, влага не уходит, и тело холодное застудить на раз-два, и потом никаких уже лыж не надо будет. То есть нужно для начала иметь свое термобелье, свое... Да, то есть принцип многослойности одежды, он почему правильный, потому что несколько слоев, и каждый вырабатывает и отрабатывает свою функцию, поэтому термобелье – это основное, в принципе, то, что оставляет тело сухим, не дает ему потеть. То есть термобелье – это обязательно, то есть начало-начало термобелье, затем уже можно какие-то штаны подобрать с водоотталкивающей пропиткой, это уже не так важно. Главное, чтобы тело оставалось сухим, это прежде всего. С этим понятно. Дальше у нас идет что? Сами лыжи, сам борт, ботинки там и так далее. Ну, и, конечно же, шлем, каску. То есть каску, шлем надо одевать, тем более, когда вы учитесь, это... Ну, это все есть в прокате? Да, в принципе, да, это все есть в прокате. В принципе, прокат сейчас современный, можно даже одежду взять в прокат. Я знаю, на некоторых курортах наших на Кавказе здесь есть такое. Но это будет, соответственно, уже не полторы-две тысячи, это уже будет больше. Вот сколько стоит взять то, что необходимо, минимум? Цены от 800 рублей до полутора тысяч за комплект. Это будет сноуборд-комплект или лыжный комплект. Ну, цены такие. То есть шлем, там, небольшая дополнительная. Я думаю, да, это... Как правильно выбирать? Потому что есть разные прокаты. Где-то говорят, что, допустим, если это доска, то нужно выбирать ее исходя из роста, в других местах, говорят, исходя из веса. Как правильно? Ну, правильнее всего, наверное, если кто-то сомневается, просто залезть в интернет и посмотреть, все это доступно. Конечно, обычно лыжи выбираются немножечко выше переносицы примерно, да, а сноуборд примерно в районе подбородка. Ну, естественно, чем меньше лыжи или сноуборд, чем они короче, тем будет удобнее учиться. Соответственно, не берите длинные, если они даже вам понравились, или там длинная доска красивая или красивые лыжи. Нет. Учиться все-таки на коротких. Чем меньше, тем вам будет легче понимать азы первых шагов. Я знаю, что вы уже не первый год занимаетесь лыжами, да, в основном еще и сноуборд есть в вашем репертуаре, скажем так. Бывает. Да. Как вы пришли к этим видам спорта? Какова история ваше становление на лыжи? История банальная, как и у многих горожан. Когда-то с друзьями поехали в горы отмечать рождественские праздники. И, соответственно, вот так же в джинсах и в куртке, не помню уже даже какой, явно не предназначенные для занятий зимним видом спорта. Встали на лыжи, попробовали, понравилось. И вот следующая, следующая поездка, и с каждым сезоном эти поездки увеличивались. То есть, ну, и, соответственно, добавлялось. Невозможно сразу все купить. Поэтому все это, то есть, это затягивает, я бы так сказал. Мне кажется, все лыжники, сноубордисты сталкивались с этим. И продолжают сталкиваться, когда кто-то из знакомых собирается попробовать покататься. Говорят, что, ну, это столько денег нужно для того, чтобы начать, потому что экипировка и так далее. На самом деле это все происходит постепенно. За один раз купить это, ну, достаточно сложно. Если посчитать на нормальную экипировку, которая будет отвечать необходимым требованиям всех курортов. Там же есть еще и мода, и стиль, и так далее. Какая сумма потребуется? Если придерживаться, естественно, стиля, моды, красоты и технологичности, в первую очередь, потому что это вся одежда технологичная, я думаю, что это порядка 100 тысяч, наверное, на человека, чтобы полностью быть готовым к любым невзгодам, любым непогодам. Но если вы попробовали, да, наверное, такая система с инструктором, поняли, что это понравилось вам и готовы этим дальше заниматься, то можно постепенно это все приобретать и экипироваться. Если говорить о празднике, который называется Днем снега, как-то он отмечается в нашей стране, на наших курортах? Если да, то где это происходит? Или какие-то другие, может быть, праздники есть горнолыжные? Ну, возможно, есть и День горных лыж, я знаю, День сноубординга, каждый отмечает его там в душе. Но на самом деле есть вот День снега, да, он действительно отмечается. И на многих курортах я знаю, что точно на Красной Поляне, потому что там всегда программы обширные достаточно, и курорт сам по себе достаточно медийный, поэтому там, конечно, это с размахом отмечается. Как это отмечается в Домбае, при Эльбрусе или вот в Архизе, к сожалению, я не знаю. А куда вы любите ездить отдыхать, кататься, точнее? Кататься абсолютно по всем курортам и стараюсь за сезон побывать на всех горнолыжных курортах, здесь, по крайней мере, на Кавказе. Ну, есть, конечно, любимые места, это при Эльбрусе, это Гудаури, грузинский курорт. Ну, люблю в Сибирь слетать, люблю на Урал, то есть, ну, иногда для души я улетаю куда-нибудь подальше, потому что там другой снег, другие люди, другие горы, то есть, иногда разнообразие это тоже нужно. Я знаю, что и об этом уже говорил, о том, что вы занимаетесь организацией поездок по курортам. Расскажите об этом направлении вашей деятельности, кто может с вами поехать? Да, абсолютно любое желающее, у кого есть желание. Как это происходит? Это все вот как-то вот оттачивалось годами, сначала это были друзья мои, коллеги по работе, по увлечениям, мы также сбивались в кучку, ездили, нанимали транспорт, и все потихонечку перерастало в такое, как бы, направление, что мы теперь и просто знакомых, друзья друзей обращаются, соответственно, мы какие-то придумываем интересные поездки, хорошая компания, какую-то программу пытаемся предоставить людям, ну, ну и сопровождаем на склоне, как обычно люди приехали, заселились в гостиницу и все, не знают, куда пойти, соответственно, мы подходим к этому немножко более так осмысленно, то есть мы человеку все расскажем, покажем, чтобы человек не был, не чувствовал себя одиноко на склоне, соответственно, мы едем в компании, катаемся в компании, сидим по вечерам в компании, ну и, соответственно, отдыхаем также в компании. Это небольшие компании, это не автобусы по 30, 40, 50 человек, нет, это небольшие компании, 10, там, 12 человек, которые вот настроены покататься, отдохнуть, и главное, позитивный настрой, желание, а на курорте, соответственно, это все... Разумевается. Да, 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 компания прежде всего. Одному не очень, на самом деле, интересно кататься, интересно кататься в компании. И, наверное, нужно кататься на определенном уровне, если с вами едут, то какими-то навыками определенными нужно обладать? Естественно, новичку, как бы, да, ему будет, он просто будет не поспевать, но в любом случае лучше выбирать компанию, которая немножко посильнее тебя катается, чтобы у тебя был стимул, как бы, прогрессировать и ехать дальше. Если, конечно, ты катаешься, и вы катаетесь одинаково, все время выезжаете, то, ну, конечно, прогресса здесь большого не будет. Угу. Все-таки зимние горнолыжные виды спорта очень, наверное, травматичные, да? Как вы оцениваете показатели этих видов спорта? Ну, есть и более травматичные виды, травматизм, а там, ну, в принципе, это экстрим, я бы так сказал. Это все-таки экстрим спускаться с горы по снегу на лыжах или сноуборде. Это экстремальные виды спорта, они подразумевают. Вот. Страховаться нужно перед тем, как едешь в горы? Или нужно просто отнестись? Ну, это уже на совести нет таких обязанностей, ты должен быть застрахован. Тут каждый сам определяет, ценит он себя, любит он себя и, как бы, дорожит ли он собой. Рожит, на что он способен. Да, да. Но если человек уже в каске, то есть уже это хорошо, уже он дорожит своим здоровьем, потому что если нога или рука, это все чинится, как-то сказать, ремонтируется, да, то есть голову уже, к сожалению, отремонтировать будет сложно. Сложнее, да. Но вот, к сожалению, такая тенденция, что те, кто начинают, они начинают с минимума экипировки, и потом уже, когда навыки улучшаются, начинают лучше кататься, только потом начинают покупать оборудование, в том числе и шлемы, когда они уже не так могут быть задействованы, скажем так. Или когда уже это произошло, как правило, в этой среде, когда ты уже что-то сломал или там упал сильно, и тебе было больно, только тогда люди начинают задумываться о том, что все-таки надо одеть какую-то защиту на голову, на шею, на плечи, на спину. Выбирают, прежде чем покупать вот что-то первоначальное из экипировки, почему-то берут ботинки, да? В принципе, ответ на этот вопрос понятен, потому что гигиена, хочется свои обуви, доску можно взять в прокате или лыжи. Что бы вы выбрали, ботинки или шлем? Я бы все-таки шлем. Тоже, гигиена на второй план отходит в этом плане? Можно купить одноразовые носки и просто их оставить там же в прокате, потратив 50-100 рублей на это. То есть лучше начинать со шлема? Все-таки шлем, да. Рекомендации от опытного лыжника? Абсолютно правильно. У вас не было травм таких, связанных с катанием без шлема? Да. Ну, естественно, к этому пришел, и к шлему к своему, как и все, я пришел, получив определенные травмы. И теперь я не выхожу просто на склон без шлема. А если говорить о, ну, вообще начинающих сноубордистах, о детях сноубордистах и лыжниках, с какого возраста лучше начинать и с чего начинать? Это такой же риторический вопрос, как и кто круче, лыжники или сноубордисты. Каждый пытается на свою сторону. Я просто слышал, что растущему организму не рекомендовано стоять на доске, потому что там что-то на суставы влияет на более лыжи. Может быть, даже, да, с такой вот, чисто с физиологической, я думаю, что стоит сначала детей отдавать, как правило, на лыжи, а уже с 14-16 лет он уже вправе и сам попробовать сноуборд. Но, да, действительно, и врачи, и многие опытные не рекомендуют. Мы видим на курортах, что детки и в два годика, и в три годика катаются на сноубордах. Но я думаю, это просто баловство родителей, не более чем. Потому что все-таки лыжи – это все-таки такой горный, как бы я бы сказал, снаряд. И дети и в Альпах, и везде, по всему миру обучаются сначала все-таки на лыжах, а потом переходят на сноуборде. Ну, потом уже по желанию что-то. По желанию, да. А на чем легче научиться? На сноуборде или на лыжах? И то, и то непросто. Ну, нет такого вот, что кому-то просто дается легче сноуборд, кому-то просто легче. Да, это от индивидуальных особенностей зависит. Если, допустим, вот прошел этот первоначальный этап, когда приехали на самый простой курорт, взяли инструктора, научились, ну, как научились, попробовали, поняли, да. Понравилось. Купили шлем первым делом. Дальше, какие действия? Когда лучше покупать? Наверное, все-таки летом, да, когда оборудование не так дорого стоит? Летом, весной, какие-то праздники. Всегда в интернет-магазинах есть скидки, в обычных магазинах сетевых тоже присутствуют скидки. Поэтому, ну, и главное, мониторить не только город и край, но и, в принципе, все просторы интернета, и можно найти себе достойный вариант и приобрести его. Есть много объявлений о продаже, да, тех, кто погорячился, купил оборудование, а потом попробовал и понял, что не его. Это тоже, как бы, вариант неплохой, наверное. Да, и в первую очередь, почему так получилось? Потому что неправильно консультанты в магазинах доносят информацию, неправильно подбирают человеку, может быть, они не знают его уровень и продают ему, соответственно, ну, ненужного, в принципе, уровня ему доску. Он не может на ней ехать, потому что любой снаряд, если доска, например, большая разница, доска за 20 тысяч, за 50 тысяч, так и у лыжек. То есть, если ты уже умеешь, ты поймешь. Не факт, что начинающий может купить себе дорогую доску и сразу на ней поехать. Может, с ней просто не справиться. Она подразумевает какого-то опыта уже. Угу. Если говорить о советах начинающим спортсменам, какие бы, наверное, три первых совета вы бы дали людям на склоне, которые… Вот только-только делают шаги свои или как? Да. Даже, не знаю, три совета. Разминаться, наверное, перед выходом на склон – это обязательно. Нужны минимальные какие-то физические упражнения, которые помогут тело размять, по крайней мере, потянуть, размять. То есть, снижает травматизм. Да. Второе дело – это, конечно же, безопасность, экипировка. То есть, обязательно на склон нужно выходить в шлеме, в защите какой-то. Есть много вариантов защиты на тело. Ну и третье, конечно, не, как это сказать, правильнее, наверное, не переоценивать свои силы, особенно, что касается начала сезона, когда многие, не занимаясь, не поддерживая форму, выходят на склон, делают первые спуски, переоценивают свои возможности. И, к сожалению, вот первое, даже вот декабрь, начало сезона – это обычно самый травматизм идет на склонах, потому что многие просто переоценяют свои возможности. Я бы еще добавил один совет – не брать скипас на целый день, если вы только начинаете. Ну, тут, а вдруг все-таки он выкатает его, да, этот скипас, поэтому, ну, тут, да, тут нет такого. Можно скипас взять и после обеда, в принципе. Ну, это уже, да, в зависимости от своих внутренних ощущений, на что способен. Да, готов ли ты выйти и показать, поэтому, да. Сезон горнолыжный, когда начинается, когда заканчивается? Ну, начинается он в ноябре, заканчивается? Ну, в ноябре – это с натяжечкой, наверное, в ноябре он начинается все-таки более в регионе Сибири, на Урале, там, да, в ноябре. У нас все-таки немножечко сдвинулся сезон. Иногда, что он и в ноябре начинается, да. Ну, в общем, декабрь. 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 Твердо. Твердо декабрь, декабрь катается на все курорты, все курорты открываются, в принципе, подряд. Ну, это все в декабре происходит, да. Есть такое понятие, там, низкий сезон, высокий, средний. Конечно, да. Это что, когда? У всех курортов по-разному, у гостиниц свой. Нужно, во-первых, объяснить, что такое… Что такое вообще низкий сезон, что такое высокий сезон. Низкий сезон – это начало сезона и, как правило, конец сезона. Это декабрь и апрель. Средний сезон – это обычно, как правило, между праздниками. То есть, закончились новогодние 14 дней праздников, пошел немножко средний сезон. Начало февраля, середина – это высокий. То есть, обычно средний сезон – это все, что между праздниками. Высокий сезон – это праздники. Мартовские, февральские, январские – это высокие. Праздничные дни, праздничные, праздничные, и цены тоже праздничные. И цены… Подразумевает, высокий сезон – это… Это максимальная цена на проживание, на канатки. И даже, возможно, что максимальная цена и в общепите, и в кафе, и в столовых, и в ресторанах. То есть, можно звонить в гостиницу, спрашивать смело. У вас какой сейчас сезон? Высокий? Да. Когда заканчивается? Ну, как правило, в высокий сезон все отели, все курорты переполнены. Это, как правило, февраль. Это пиковая нагрузка на все курорты. Даже не январские праздники новогодние, а именно февраль. Вот насколько я понимаю, среди всех курортов, о которых мы говорили, это Архиз, Донбай, Апрельбруссия, Красная Поляна, резко в технологическом плане вырвались вперед, это Поляна, естественно, Красная. Олимпийский объект все-таки как-никак. И Архиз как-то вот тоже. Ну, это не... В сравнении с Донбаем и Апрельбруссием, или нет? Да, они не только технологические, но и по уровню вообще строительства курортов. Это сейчас такие два наиболее современных курорта, которые строятся, и построенная Поляна, и строится Архиз по всем нормам, нормативам, мировым стандартам. То есть это абсолютно профессиональные горнолыжные курорты. Качество трасс, прежде всего, которое то, чего касается непосредственно во время катания. Да, в первую очередь, вы видите, строят именно трассы в Архизе, а потом уже пристраивают инфраструктуру, гостиницы и тому подобное. В первую очередь, это проложить трассы, потому что этот процесс занимает много времени, прокладка, то есть это обычно врубается лес, это все согласовывается. То есть трассы в первую очередь строятся. Они уже, наверное, и намечены, и проложены. Только теперь это все ведется документально, и строители выполняют. А что с трассами в Донбайе, например? Ну, в Донбайе, к сожалению, трассы расширяют, добавляют какие-то новые участки, но, видимо, просто, наверное, гора не позволяет как-то расширяться, либо само место. Ведь Донбайе настолько уютный, маленький, компактный, что ты его видишь, поднимаясь на канатке, ты видишь такой маленький пятачок. Это и есть поселочек Донбай. Возможно, там есть развитие, конечно, и горы вокруг, все красиво, но заинтересовал больше кластер Архыс. Да, и потому что там строят с нуля, ведь проще построить, наверное, все-таки с нулевого цикла, чем переделывать то, что уже построено, и свои традиции у людей, и гостиницы, и уклад жизни. То есть просто начали строить с чистого листа, как это было, с Красной Поляной. По опыту Красной Поляны, прекрасные результаты, отличный курорт, причем уже, наверное, международного уровня. Проходят соревнования, приезжают иностранцы, то есть, ну, это своеобразный уровень все-таки на Кавказе. А вот если говорить о, ну, так скажем, заграничных курортах, это Грузия самая ближайшая, да, наверное, от нас? Ближайшая, да, 500 километров. Какие сложности есть? Значит, там с перевалом, что-то с проездом какие-то есть? Сложность заключается только лишь в преодолении определенного участка дороги, который проходит по военно-грузинской дороге, которую, к сожалению, нельзя расширить ввиду того, что она проходит по ущелью внизу, и между гор, и сходят просто лавины. Строятся, конечно, противоловинные тоннели, но это все не так быстро, как мы хотим, и это строит, в принципе, не Россия. Поэтому они не заинтересованы, конечно, в том, чтобы расширить дорогу, сделать там автостраду. Единственная загвоздка попасть на Закавказье, там много курортов и в Грузии, и в Армении, и даже в Азербайджане можно покататься на лыжах. Но туда вот составляет трудность именно проезд по этой дороге, которая, к сожалению, считается лавиноопасной и вообще опасной. То есть если сошла лавина или пошел снег, дорога перекрывается, и сообщение между странами прекращается. На какой срок, никто не знает. Это может быть и день. Мы в прошлом году застревали на неделю, ждали, пока откроют. Но благо, что есть курорт, есть снег, в принципе, приехали кататься. То есть если человек в отпуске решил поехать в Грузию, есть риск, что он задержан? Да, что может случиться просто незапланированный отпуск. Поэтому, ну, все уже знают об этом, что в Грузии... Без содержания. Да, то есть вы должны быть готовы. Ну, конечно, желательно смотреть прогноз. Мы его смотрим, постоянно мониторим. Ну, бывает, погоду не обманешь. Бывает, что не было снега, а он пошел. То есть такое тоже бывает. Ну, в общем, начинаем с Архиза и дальше уже по настроению. И по кошельку. Да. И по состоянию вашего кошелька. Но побывать, наверное, нужно постараться везде. Ну, Кавказ – это чудное место. И здесь все курорты по-своему красивые, горы и виды. На Кавказе стоит кататься. Это одно из лучших мест, наверное, вообще на земле – это Кавказ. Недаром приезжает много иностранцев здесь кататься? Им нравится, да. Я знаю, общался с ними. Если сравнивать с Альпами, допустим, катались вы где-то в Европе? Да, я в Европе, в Зюльдене, в Ильцбурге, то есть в Австриме были и в Испании катались. Ну, наши горы красивее, милее. Там есть своя атмосфера, там есть свои прелести. Но все же у нас сейчас уже достаточно своих прелестей здесь, которые… А в чем выигрывают западные курорты? Инфраструктурой, развитием дорог, канатных, магистралей, автомобильных. Чего бы не хватало здесь у нас в первую очередь, хотелось бы привнести точнее? Чем мне нравится лично Альпы, тем, что это такой вот небольшой регион, который завязан сетью автодорог. Ты можешь буквально с одного курорта на другой просто на лыжах даже переехать. Это вот все Альпы, они просто как сетка огромная канатных дорог. Здесь не хватает именно дорог автомобильных. И если бы сообщение между курортами с помощью тоннелей или каких-то автострад было бы построено, то это были бы свои Альпы, и я думаю, что все курорты были бы завязаны. В принципе, хребет один, и напрямую 70-80 километров. Когда-то должна появиться дорога через тоннель на Красную Поляну? Ну, о ней все много говорят, кто-то ее даже видел из космоса. Но если она будет, это будет очень круто. Если завяжут, по крайней мере, вот архы с Красной Поляной, они чем-то похожи два курорта. Даже высотами, растительностью там, ну, все-таки было бы хорошо. Ну что, остается пожелать удачных поездок без травм и просто масса впечатлений вам и вашим компаниям, с кем вы будете ездить, и всем начинающим тоже пожелать легкого начала. Да. Я напомню, сегодня у нас в гостях был один из самых известных Ставропольских лыжников, организатор поездок на горнолыжные курорты Северного Кавказа, Христиан Каштов. Спасибо вам большое еще раз. Спасибо, Александр. Спасибо. 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 Спасибо.